Я сейчас вот сюда выложу образцовую работу. Если вам будет непонятно, как решить правильную задачу, можете встать, посмотреть, как ваши предшественники справлялись с подобной задачей. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Вот теперь попробуем... Здесь главное не перестараться... Небольших, не старых... Сделать резкое усиление тени... Вот идешь на пересечении теневых участков... И отсюда привести более яркую... Контурную... Вот так... И посмотрите, что с выразительностью рисунок сразу... Прямо... Заправляйте мешками даже... Не точите, а заправляйте... Сейчас покажу... В любом случае поможем... А дальше воздух... При заправке... Можно получить... Точку черчения... Ну, как... Буа... Буквально... Чем ярче карандаш... Тем чаще его надо заправлять... Потому что кончик срабатывается очень быстро... Открываем карандаш... Видишь, какие тонкие... Очень тонкие... И если он мягкий, то очень черный... Понятно, да? Да... Вот попробуем... Посмотри, где это имеет смысл сделать... На самом деле, сложный участок... Ну, вот... Лоб... Пока с ним не работает... Здесь очень трудно было... Вот попробуй... Затулочную часть черепа... Обработать... Все... Так... Ну, давай, во-первых... Сразу... Вот... Чтобы... Тебе было проще сориентироваться... Вот эти светлые пятна... Выбираем... Эта... Штиховочка должна быть равномерной... Поскольку здесь очень... Резкая граница... Хоть и ленина... Всегда... Так что... Вот здесь очень темно... А там дальше очень светло... Так... Теперь... Чуть подкорректируем положение... Зубов... Не зубов... А зубных львов... Вот тех отверстий... В которых зубы сидят... Это же не прямые длины... Да... Так... Вот... Вот этот кусочек немножко упорядочен... Да... И дальше... Видишь... Вот эту теневую полоску... Я сейчас провожу... Так... Нет... Четкой границы... Ты проводишь линию... А посмотри... Здесь четкая граница есть с этой стороны... Нет... А здесь... Есть... А вот здесь... А вот здесь нет... Так... Мы здесь... Линию убираем... И эту границу показываем тенью... Вот собственно... Особенность теневой техники... Вовсе не обязательно линии... Тени тоже могут лепить образ... Вот понятно... Почему я говорю... Не нажимайте на карандаши... Вот видишь... У тебя след осталось все-таки... Если бы этого следа совсем не было... Было бы намного проще работать... Вот... Вот... Подороговались... Вот... Как... А здесь постепенно... Переход... Ну... Дальше вот здесь... Теневую часть... Так... И если тень подходит к какой-то линии, посмотрю сейчас, что я делаю, видишь, постепенный переход, постепенное усиление тени. Не темная полоса, а потом сразу светлая область, а постепенный переход. Идея понятна? Ты знаешь, техника теневая с дублером не очень сочетается. Давай, что ты попробуешь немножко в тенях. Попробуй немножко почувствовать, что такое теневое. Смотри, есть такой фокус. Вот эту теневую зону, видишь? Угу. Смотри, у тебя вот здесь более темное пятно, да? А здесь более светлое, а здесь линия. Так ничего не будет. Посмотри там, вот в этой теневой области, где темнее, где более густая тень, ближе к линии или дальше к линии? Дальше. А ближе к линии тени нет? Вот на этом начале. Смотри, яркость тени вот здесь и вот здесь. Где светлее? Левее или правее? Правее. светлее у тебя, а тебя правее светлее у тебя. И яйкость тени должна, вот в той точке, где она подходит к линии, не отличаться от яркости линии. Вот тогда, вот собственно, в этом и есть эффект не заливки, а именно теневой техники, когда линия переходит в тени. И объем можно лепить не линиями, а тенями, вот этими мягкими переходами. Понятная идея? Угу. Ну и вот здесь тоже самое. Не может быть вдоль линии столько полосочки. Яркость тени здесь должна совпадать с яркостью линии. Вот так. А более мягкую карандаши у тебя нет? Угу. 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 Так. Угу. 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 Уже к основной работе. Попробую передать как с действиями. Угу. 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 Вот здесь. Вот здесь. Ну давай лучше с верхнего мы начинаем, так. Вот. Попробуй. Полностью на карандаш не надо нажимать. Потому что усилить всегда потом можно. А вот убирать сложно. Угу. Давай вперед. Спасибо.